Здравствуйте, друзья! Сегодня будет очень интересный ролик, касательный куриного помёта. За спиной у нас куры. Смотрите, им даже интересно, что мы тут делаем, что мы тут снимаем. Должен ли петух, куры? Каждый человек, у которого много кури, он всегда сталкивается с тем, что он не знает, куда девать куриный помёт. Очень часто вы слышите, отдают бесплатно соседям, лишь бы увезли, могут даже привезти. А что делать птицефабрикам, которые производят сумасшедшее количество помёта? К нам обращался И.П. Волков с Кемеровской области. 170-180 тонн помёта в сутки. В сутки. То есть, директор помёта к нам обращался. А у нас есть знакомый в Ленинградской области 500 тонн помёта в сутки. И никто не знает, когда мы говорим о внесении куриного помёта в грунт, посмотрите, какая норма внесения. Зайдите в любой магазин, возьмите сухой куриный помёт, возьмите компост из куриного помёта, и увидите, там что-то вообще, там столовая ложка на квадратный метр. Ну, глупости. Столовая ложка на квадратный метр. Две столовые ложки на квадратный метр. Почему это делается? Когда у курей большое количество недопереработанного корма остаётся в помёте. То есть, до 40% недопереработанных зерносмесей за счёт слабости пищеварительного тракта. И что получается? Что эта вся масса начинает разлагаться, выделять, кроме зловония, ещё большое количество аммиаков, в том числе минеральных солей. И это обжигает корни растения. Поэтому и мизер. Не потому, что у вас растение будет расти от столовой ложки, а поэтому мизер. Мы вам сейчас показываем технологию. То есть, по большому счёту, мы берём куриный помёт, перерабатываем его через дождевых червей. То есть, посмотрите, будет ссылочка на то, как мы это делаем. После этого, уже полученный, соответственно, полученный после червей, так называемый вермикомпост сырец, складываем либо в ёмкости, либо в биг-беги, неважно что это. После этого это просеиваем, либо через ручное сито, либо, соответственно, через механизированное. Вы неоднократно на нашем канале видели, как сепаратор вращается, и со скоростью, там, сумасшедшей скоростью это всё просеивается. И потом, вот это, полученный уже вермикомпост, как мы можем использовать. Сегодня мы обсудим один из моментов, как это используется в обычном хозяйстве. То есть, с какой максимальной нормы внесения, максимальнейшей нормы внесения можно использовать. Давайте сейчас обернёмся, покажи, я сейчас пока достану телефон, покажи, что у нас на улице ещё лежит снег. Сегодня 23 февраля. Заходим в теплицу. Что мы с вами видим? В первую очередь мы видим, это рассада томатов. Эта рассада томатов выращена 50%, в составе грунта 50% этого же биогумуса. Смотрите, видите, та же фракция. 50%. Этим растением, соответственно, посеяны 15 января. Ну, считайте, там, 3-5 дней на всходы. 20 января. Сегодня 23 февраля. Им 33, максимум 35 суток. То есть, они уже по высоте 35-40 сантиметров. Отличный цвет, прекрасный рост, нет никакого сжения корней. Нет ничего, нет ничего того, что могло бы повредить развитию растения. Следующее, это мы посмотрели на в миниатюре, да, то есть, когда можно выращивать в горшках. А когда это всё насыпается на простую территорию, здесь в теплице просто просела органика и просто досыпали верхний слой из куриного помёта слоем от 6 до 7 сантиметров с остатками червей. Видите, черви прямо ползают здесь, вот как АЧТ ползает, ярко-красный. От 6 до 7 сантиметров местами. Смотри. Сейчас я это поставлю, вам покажу. В любом месте вот мы копаем, всё прямо просеяно, 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 просеяно. 7 сантиметров на квадрат. Давай в другом месте, чтобы было понятно, что это везде так, везде так. 6-7 сантиметров. То есть, чтобы вы понимали, насколько это много. Когда, ещё раз вернёмся в начало, когда вы используете куриный помёд, вы боитесь вот этих агрессивных элементов, будь то аммиаки, будь то неправильное компосирование, недостаточное количество углерода. Когда черви это всё переработали, когда вы правильно это всё сделали с комбинацией углеродонасыщенных компонентов плюс куриный помёд, соблюдая все правила и здоровье компостирования, либо по-простому скомбинировали, как в нашей технологии, скомбинировали соотношение углерода-азота ещё гипотетически, поместили это всё на червей, и пускай они там сами всё ферментируют, мы это вам уже показывали, в описании заходите, есть способ, который мы вам показывали, как перерабатывать куриный помёт. Друзья, коротенькая реклама, 20 секунд, мы создали для вас методику по переработке куриного помёда червями ККЧТ, и сняли про это шикарный видеоматериал, полностью последовательный, вы сами сможете его применить в своём быту. Сняли про это две презентации, АТ-328, вы видите полное название, и НИ-11, простая переработка куриного помёда, два этих видеоматериала будут в описании к ролику и в первом прикреплённом комментарии, посмотрите эту презентацию, и обязательно приобретайте нашу методику, чтобы из куриного помёда создать прекрасное одобрение в вермикомпост. Когда черви это всё переработали, когда вы правильно это всё сделали, с комбинацией углеродонасыщенных компонентов плюс куриный помёт, соблюдая все правила и здоровье компостирования, либо по-простому скомбинировали, как в нашей технологии, скомбинировали соотношение углерода-азота ещё гипотетически, поместили это всё на червей, и пускай они там сами всё ферментируют, мы это вам уже показывали, в описании заходите, есть способ, который мы вам показывали, как перерабатывать куриный помёт. После этого получившийся вермикомпост вы используете как угодно, запаха ноль, ну просто, вообще, ну просто ничем не пахнет. Ничем не пахнет. Насыпание, да, то есть смотри, мы уже с вами сказали о том, что я тут немножко ушёл, темы, когда мы видим, что никакое растение, такое количество биогумуса не вредит. Когда мы видим в феврале красные перцы, когда мы видим, что все эти перцы отлично цветут, когда мы видим рассаду перцев, вот эта рассада перцев, посажена 25 декабря, соответственно, даже если там 5-6 дней на всходы, мы имеем на данный момент около от 54-55 дней, то есть отлично себя чувствует. Посмотри на все остальные растения, посмотри на эту пекинскую капусту, вы видите какое-то чрезмерное жирование? Нет здесь, нет такого, чтобы растение жгло корни, чтобы это всё, как говорят, буйствует, да, то есть прёт, 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 всё в зелень, плодов никаких нет, нет ничего такого. И в любой точке, посмотрите, это всё засыпано, всё, всё везде засыпано, вот даже по поверхности видно, что всё засыпано вермикомпостом. А теперь увлечёмся цифрами, хотя бы цифрами, да, то есть что такое 7 сантиметров? 7 сантиметров, это метр на метр на 7 сантиметров, это 70, от 50 до 70 литров на квадратный метр. В пересчёте на гектар, это от 500 до 700 тысяч литров, да, на квадратный, ну, то есть на гектар, проще говоря, на гектар. То есть это один из способов утилизации куриного помёта, где нам не нужны, как говорят, раньше там стояла птицефабрика крупная, да, и у неё было 3000 гектар земли. Весь один год они выбрасывают просто на поля на 1000 гектаров, разбрасывают это всё добро. следующий год на вторую 1000 гектаров и следующий год на третью и потом опять по кругу. То есть после внесения их на первое поле там уже ничего не растёт, соответственно, потому что аммиаки всё жгут, да, то есть остатки комбикормов, вот это всё бродит, воняет, всё на свете. Черри помогают нам всё переработать, полное отсутствие запахов. Это спокойно, это спокойно можно реализовывать через торговые сети, это вермикомпост, на который присутствуют и ГОСТы, это вермикомпост, который можно использовать как в прикомнатном цветоводстве, так и при промышленном растеневодстве. Ещё раз вернулись к цифре и ушли. 700 тысяч литров. Это в пересчёте на влажный вермикомпост 400-500 тонн на гектар. То есть, грубо говоря, вы переработали, получили дикий прирост под червячной массой, скормили этих червяков этим же курям, там уже путём, каким вы там скормите, это уже дело десятое, да, то есть, либо в живом виде, есть очень много всяческих способов, как можно скормить это всё дело через курей, и вы получили выгоду в виде здоровых курей, вы получили выгоду в переработке куриного помёта, и вы используете этот куриный помёт. Его возьмут все на озеленение городов, на выращивание полей, то есть, если у вас своя птицефабрика, берёте поле, выращиваете ту же кукурузу, она сильно истощает почву, выносите биогумус почву, и ваша кукуруза будет без севоборота, как рядом с нами поле, лет 15 подряд уже садят одну кукурузу и получают прекрасное урожай. Друзья, обязательно заходите на ютубе на что есть такой прекрасный ролик АТ-222 технологии разведения червей, посмотрите, как можно получить вермикомпост, ну, вам будет очень наглядно, интересно всё рассказано, обязательно заходите АТ-222 технологии разведения червей. Задавайте больше вопросов, с вами был Андрей Ткаченко, оператор Александр Ткаченко, мы владельцы предприятий по утилизации органических отходов, мы учились на червеводстве, знаем, о чём мы вам говорим, соответственно, если же будете желать приобрести ангелов земли, то есть будет у червяков, биогумус, обращайтесь в все контакты в описании к ролику и в первом закреплённом комментарии. Как всегда, живи, здоровья и счастья наше судьбу. До свидания, друзья. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...